На Калинина Дайхатсу Мира попала в огромную яму. Владелица машины намерена судиться с дорожными службами города. Девушка на автомобиле Дайхатсу Мира двигалась с Черемуховой по Калинину в сторону улицы 40 лет ВКСМ. В районе общественного транспорта Пески попала в огромную яму. Дайхатсу получил серьезные повреждения, из машины вытек тасол и, как итог, она утратила способность к самостоятельному передвижению. Скорость небольшая, 50-60 где-то вот так была. Ну, адекватно, чтобы ехать и обрылить ямку. Смотрю просто на всю полосу вот этого вот дырень и встречка едет и просто как объехать. И тормоза, ну, у меня у машины, сами понимаете, там как бы не совсем хорошие. Ну, затормозила сколько смогла, скинула скорость, ну, до 20, наверное, и просто такой резкий обрыв. И все, она начала трюксеть, я растерялась. Ну, все, отъехала, заглушила ее, потому что не знала, что делать. Девушка осмотрела машину, а когда поняла, что железо не на ходу, испугалась. Затем позвонила в городскую ГИБДД, чтобы полицейские приехали, начертили схему происшествия и обязательно составили акт УДС. Пока полицейские были в пути, девушка пригласила знакомого, который подсказал подруге, во сколько вылится ремонт авто и каковы ее дальнейшие действия. Рулевая Дайхатсу передала дорожным службам города пламенный привет и намерена судиться с ними, так как Владивосток сплошь усыпан огромными ямами. Если, как бы, компания дорожная не отзовется, как бы, с ним ничего не получится, то, ну, суд. Потому что я устала уже от этих ям, это прям все. И все закончилось, моя энергия закончилась, терпение тоже. Огромная выбоина, которая расползлась практически на две полосы, ничем не огорожена. Автомобилистам, проезжающим в районе 23-го дома по улице Калинина, стоит быть внимательными, особенно ночью.